Привет! Этот расклад для вас. О чем сегодня хотят вас предупредить звезды. И не случайно вы нашли этот расклад. Именно в тот момент актуально, когда вы нашли. Потому что здесь звезды. Эти звезды космические. И они действительно дают нам поддержку, помощь и советы на будущее. Подсказки, предупреждения от вашей звезды. В картах Ленорман есть карта звезды. И эта карта является сигнификатором такого расклада. О чем сегодня хотят рассказать вам ваши звезды. И о чем предупредить. Здесь на экране ничего случайного нет. Вечно зеленые растения. На удачу звезды ваши. Они будут открывать ваши секреты. И лестница. Это лестница успеха вашего. И я назначаю, если вы мне позволите, карту звезды как сигнификатор. Здесь в этой колоде есть карта женщин, госпожи. Если даже вы мужчина, не важно. Это просто карта вопрошающего. И карта звезды. И мы посмотрим при диагностику. А потом мы посмотрим расклад, о чем сегодня вас хотят предупредить звезды. О чем хотят сегодня вам рассказать. Ну что ж, подснимаю, потому что делаю для вас. И я ищу те карты, которые мы с вами загадали. То есть звезды и госпожу. Сразу вышла карта звезды. Вот это расклад. Вот это расклад, мои дорогие. Действительно, что лестница. Не зря мы ее здесь назначили с вами. Карта звезды. Она вышла сразу. И карты, которые перед звездой, перед звездами, 16-я карта и после, они очень важны. Потому что они показывают, о чем именно хотят предупредить и что именно хотят вам рассказать. Диагностика теперешнего вашего состояния. Солнце и звезды. Небесное светило. Светило, которое приводит к успеху. Я не вижу здесь плохих карт. Поэтому звезды хотят, скорее всего, дать подсказку о том, что новое солнце. Новое солнце в вашей жизни. Новое солнце у нас по нумерологии это четвертый номер. И им курирует планета Уран. И не зря у нас новое что-то. Ребенок это новое, наивное, неизведанное еще. Что-то новое входит в вашу жизнь. Тринадцатый номер. В нумерологии не числа 13. Все числа простые. Поэтому мы к одному прибавляем 3 и получаем 4. Это и знак нового солнца. Нового солнца Урана. У нас есть солнце. Это первый номер. Солнце в нумерологии. И четвертый номер это новое солнце Уран. Солнце это внешнее, а Уран внутреннее солнце. То есть солнце, которое вас ведет. Куда ведет? К успеху. О чем сегодня хотят предупредить звезды? Здесь я не вижу предупреждения. Здесь я вижу просто открытая дорога для успеха. Прояснение вашей ситуации. Например, вы ждете визу, наследство, ценные бумаги, может быть, постройку дома, квартиру, работу, заканчиваете учебу или вы, или ваши родные. И что будет дальше? Такая отложенная на потом жизнь. У нас у всех это есть. Например, мы учимся 4, 5, 2 года или 6. И мы не знаем, состоится карьера или нет. Но мы учимся. Отложенная на потом жизнь. Или, например, мы завязываем отношения с кем-то. Мы надеемся на счастливую жизнь с этим человеком. Надеемся, что он не предаст, что он будет нам верным спутником. И с ним будет нам комфортно, удобно. Но не всегда так получается. Отложенная на потом жизнь. Да, мы вкладываемся. Мы вкладываемся всегда в завтрашний день. На потом. Действительно, карта солнца это карта завтрашнего дня. Но в то же время это прояснение пути сегодня. Потому что звезды ведут вас к успеху сегодня. О чем хотят предупредить звезды? Не откладывайте жизнь на потом. У вас есть новое солнце. Это перевернутое солнце внутри вашего космоса. И ваше есть звезда. А также есть прояснение пути. Карта солнца сразу показывает, в чем будет успех. Потому что звезды это ваш жизненный путь. Успех. Но эти карты показывают, в чем именно будет успех. Первое, ну конечно, успех в детях. Многие из вас будут иметь детей. Может быть дети образование получают. Или становятся на свои ноги и выходят из дома. Может быть это внуки. Но это может быть новое отношение. Это может быть у вас. Например, дети уже вылетели из гнезда. И сейчас вы новую себя находите для себя. Новое солнце. Уран. Четвертый номер по нумерологии. Вот к этому ведут вас ваши звезды. И еще карта солнца говорит, что будет прояснение пути. Здесь будет успех. Очень часто карта солнца показывает физический успех. То есть успех в профессии. А также показывает прояснение и очищение от негативного влияния. Вот к этому ведут вас звезды. Итак, о чем же еще предупреждают звезды? Именно вас, того, кто смотрит. Поэтому я сейчас буду искать ваш портрет. Это госпожа, тот, кто спрашивает. Мы сейчас находим вашу карту. Карту сигнификации. О чем вас предупреждают ваши звезды? Что советуют? Что будет в будущем? Какие подсказки вам дадут? А вы еще этого пока не знаете. Ну вот, смотрите. Посмотрите, мои дорогие. Будьте любезны, получите расклад. Как говорится, да? Все делаю при вас, как обычно. Делаю, что делаю, большего не требую. Ключ, замок, колдунам входа нет. Потому что у вас вот чистота кармы. Ведь солнце это чистая карма, да? Вот какая у вас диагностика, мои дорогие. Эти карты нам понадобятся в раскладе, но они не вышли возле вас, поэтому они отправляются назад в колоду. И у нас остаются те карты, которые являются предиагностикой. Это одна карта перед вами, одна после вас. Но это было после, по-моему, это перед. Хотя неважно, все идет по кругу. Космос это круг, звезда это круг. Самое главное нужно знать, что вы смотрите на карту якорь, а значит вы смотрите на стабильные отношения, на стабильную работу, на прояснение пути, на то, что наконец у вас будет свое жилье, у вас будет стабильная зарплата, у вас будет ощущение, что вы на своих ногах. И еще я вижу перемены в личной жизни для вас. Это счастливые перемены со знаком плюс. Червовая масть – это масть любви. О чем предупреждают звезды? Здесь пока предупреждение не вышло, потому что карты очень позитивные, мои дорогие. Что советуют, скорее всего, звезды? Советуют просто получить удовольствие, один кайф здесь, потому что солнце – это счастье. И знать, что у многих – это встреча любимого человека. Встреча любимого человека по судьбе. Это перемены в статусе, в вашем статусе. Например, были одни, теперь в отношениях. Были в отношениях, теперь замужем. Перемена в статусах. Или, например, дети выросли, и теперь у вас новый статус. Статус независимого человека. О чем хотят предупредить звезды? Ключ появится. То есть ключевые какие-то задачи решите. Ключевую информацию получите. Правильную, верную информацию. Никакую не поддельную, не подкупную, не коррупцированную, а умную, правильную, здравую информацию. Чистую от чужого влияния. Потому что, к сожалению, иногда информация дается людям перекрученная. Вот новости идут, ленты, и накручиваются, накручиваются, чтобы нас запугать. Вам не нужно это. У вас ключ в кармане от стабильной жизни. Это, может, кто-то навешал замки, и сейчас эти замки сойдут, потому что у вас появится ключ. Вы сами можете проверять информацию и считать, что правильно, что нет. Не нужно вам давать выборочную информацию, как, может быть, ваша мать делает, или ваш любимый человек делает, не все говорит. или на работе от вас скрывает коллеги какую-то информацию, потому что кому-то это выгодно. Но у кого-то есть к вам сердечная привязанность. Вот это какие-то, знаете, любовные такие побуждения. Кто-то хочет с вами связаться. Это новые свидания, это может быть новый любимый, новый дом, квартира, новая обстановка, ремонт, улучшение вашего статуса, улучшение бытовых условий. И ключ от нового дома, от нового стабильного дома. Это новые стабильные отношения, любовные отношения. Или у кого-то это работа из дома. Может, вы и на предприятии работаете, но какую-то часть дня вы работаете из дома. Ну, шикарно, все идет хорошо. О чем сейчас хотят предупредить вас, ваши звезды? Ну, о том, что у вас будет счастливая жизнь. Вы будете жить долго и счастливо. Карта Лилии – это карта сильного иммунитета, выздоровления, если болели вы или, может, ваши близкие. Это полное выздоровление. Вот что звезды салют дают вам. Звезды дают вам салют. Это домашний очаг, конечно, айс и домашний очаг, в котором есть стабильность. Это ваше жилье. И у вас есть там счастливые отношения. Кстати, иногда пиковый король проходит как новый знакомый. Новый мужчина, новый знакомый, потому что еще и карта ребенок. О чем вас сейчас хотят предупредить звезды. Карта развилка. Эта карта, знаете, она или закрытие дорог, или открытие дорог. Часто так бывает, что вселенная отводит нас от того, что для нас вредно. Поэтому развилка иногда показывает на негативное воздействие. Например, на человека, который вам желает плохого. И поэтому вселенная отводит от этого человека. Это может быть какой-то неприятный, неожиданный гость, враг. Это может быть ревность, злость. Чья-то досада. Чьи-то иллюзии. Чьи-то пустые хлопоты и надежды. Это может быть дамой бубен. Это может быть женщина в вашем окружении или в окружении ваших близких. Это какие-то переживания. Какие-то переживания. Иногда развилка негативная карта. Она означает работу магов, колдунов. Но иногда развилка очень позитивная карта, когда рядом с ней, вокруг нее хорошая карта. Что эти две хотели сказать нам? Да, смотрите. Рядом с развилкой у нас получились карты неоднозначные. Первая карта это луна. Это волнение, переживание. Или менталитет. Нужно все взвешивать, все проверять. Не доверяйте людям, которые заблаговременно, заранее хотят что-то для себя. Не доверяйте им. Проверяйте всю информацию. Карта луна, карта неплохая, если она в окружении хороших карт. Но здесь карта луна не в очень благоприятном окружении. Потому что она выходит рядом. У нас развилка, луна и плетки. Плетки это карта негативного воздействия. Это могут быть колдуны, ведьмы, всякие привороты, отвороты. Даже вплоть до перекрытия дорог. На перекресток дорог. Или кладбищенская магия. Это карта очень сложная. Когда она с этими двумя рядом. Эта карта может означать много работы, если она рядом с картой якорь. Если бы она здесь была. Но вы меня понимаете. Я вам пытаюсь объяснить, чтобы вы не думали там ничего. Не надумали себя, не накрутили себя. Посмотрели просто как есть и все. Итак, в вашем окружении, конечно, есть негативные люди. Это могут быть родственники. Потому что по луне очень часто проходят родственники, мои дорогие. Негативные люди, родственники, которые хотят вам помешать в чем-то. С вами не согласны. В чем-то они с вами не согласны и хотят вам помешать. Что делать в таком случае? Здесь какие-то споры, скандалы, выяснение отношений. Даже может быть суды и у кого-то, знаете. Когда родственники хотят вам помешать. Вот эта карта это означает. Здесь в этом случае карты вам предлагают уходить от конфликтов. Потому что конфликты, они специально вызываются этими людьми. Нехорошими людьми, да? Злыми людьми. Специально они идут на конфликт. Почему? Потому что они хотят, чтобы вы вышли из себя. Я всегда говорю, что выходить из себя ни в коем случае нельзя. Всегда нужно посылать двойника своего. Если, например, идет какая-то разбирательская ситуация, может быть, в семье или на работе, посылать двойника. Пусть двойник посмотрит на ситуацию, а вы следите за своим двойником. Потому что карта плетки иногда показывает на то, что кто-то вас выводит из себя. Хочет вас вывести из себя. Когда вы вышли из себя, вы уже не отвечаете за свои поступки и действия. Поэтому плетки предупредительная карта. Действительно, здесь вселенная хочет вас предупредить, что кому-то выгодно, чтобы вы вышли из себя, чтобы вы сказали лишнее, не обдумав. Как говорится, слово не воробей, вылетит и не споймаешь. Поэтому будьте очень аккуратны. Я вижу, что здесь особенно или это родные какие-то, или по профессии. Потому что луна часто показывает ваше жизненное предназначение. Но кто-то где-то хочет, чтобы вы показали себя с худшей стороны. Ну да. Тяжесть, кармические какие-то моменты. Кто-то что-то кармически хочет на вас наложить. То есть есть человек в вашем окружении, которому выгодно вас запугать, которому выгодно вам сказать, послушай, вот видишь, здесь и здесь, там карма, там что-то еще. Будь там со мной, потому что это человек плохой. То есть кто-то хочет вас на свою сторону переманить. Это могут быть на предприятии, если там ссоры, и люди разделились на два отряда. И бывает так, что здесь хотят вас подставить или хотят воспользоваться вашим предложением, например. Что-то вы предложили начальству. Начальство узрело, усекло, что это очень классное, здравое предложение и воспользовалось им. Наверх начальству передали, что это не ваше предложение, а их. И таким образом вы остались здесь ни при чем. Вами воспользовался начальник. Воспользовался своим служебным положением. Да, начальник. Потому что медведь это начальник. О чем хотят предупредить звезды? Понимаете, против начальства не пойдешь, потому что это бесполезно. У них есть власть. Медведь это власть. Да, карта медведь может быть защитной, если она в окружении хороших карт. Я еще сейчас одну возьму, чтобы посмотреть. Но здесь медведь проходит или как зло и несправедливый начальник, или как зло и несправедливый мужчина, который был в вашей жизни или сейчас есть. Карта медведь вас предупреждает. Эмоции, они забирают, истощают нас. И у вас эмоциональные какие-то, может, даже кармические. По луне это кармические отношения. Особенно, когда луна идет с крестом, то отношения с мужчиной могут быть кармические, тяжелые. Посмотрим, что еще возле медведя. Это у многих проиграется, что медведь это мужчина, с которым вы сейчас в браке или были в браке, потому что здесь карта кольцо. В общем, кольцо всегда показывает какие-то отношения, какие-то обязательства, какие-то обещания, какой-то контракт. Знаете, от брачного контракта до контракта рабочего. Но кто-то, кому-то что-то выгодно, кто-то вас использовал по этому раскладу. И у вас есть на душе какая-то тяжесть, очень тяжелые отношения с кем-то. И звезды предупреждают вас о том, что не все золото, что блестит, крест вот золотой, но он тяжелый. Может, это золотая клетка, может быть, это мужчина, от которого вы экономически зависите. И не такая уже эта клетка золотая, как дом. В общем, он не так уже и много получает. Но вы в доме работаете, вам как-то или дети были маленькие, или другие причины были, что вы делаете домашнюю работу, и вы у него, как бы в руках этого человека, вы от него зависите. И это дом ваш. Дом, квартира, неважно, большая квартира, маленькая. Неважно, ваш дом, или может быть, съемная квартира. Но главное, что в этой квартире вы как в клетке, потому что тяжесть идет от мужчины или же от его родни. Большая тяжесть идет. И вроде бы этот человек вас любит, заботится, но он вместе с тем или выставляет претензии, или вас все время обвиняет в чем-то, или же вам напоминает, что вы от него зависите, что вы никто без него. В общем, такая составляющая тревоги и тяжести. Звезды предупреждают, чтобы вы это не брали близко к сердцу, потому что здесь связано не только с мужчиной все. здесь еще есть кто-то, третье лицо. Видите? Иногда змея – это третье лицо или обстоятельства. И если змея рядом с домом, это, конечно, змея в доме. Какое-то подставное лицо может быть, типа подруги. Это может быть лицо по родственным связям из вашей родни или из родни мужчины. Но какой-то ключевой человек играет немаловажную роль в вашей жизни и в его жизни. И этот человек портит ваши отношения. Он как вставляет палки в колеса. Он, знаете, компульсивно, негативно, причем скрыто как-то влияет на вас. И самое страшное, что он вам дает ложную информацию, потому что тучи – это ложная информация. Этот человек просто намеренно, зло намеренно, я бы даже сказала, дает вам ложную информацию. Эта ложная информация, она вот изо всех дыр вылазит и вам мешает. Потому что вроде бы вы думаете, но я не буду этому доверять. Как видите, другой человек тоже это знает. То есть эта змея постаралась, она эту ложную информацию дала, как бы сделала такую, как паук плетет такую сеть. И эта сеть вся преднамеренно плетется, чтобы вас запутать, чтобы и другие люди знали эту информацию, и чтобы вы во что-то очень поверили. Понимаете? Звезды вас предупреждают, доверяй, но проверяй, а лучше вообще по этому раскладу мало кому доверяй. Доверяй только себе, здравому мышлению своему. Видите, еще и гроб. Предупреждение мощное. Вначале, знаете, как звезды, они хотели бы, чтобы вы поняли, что есть любовь, есть счастье, поэтому сразу вам сказали, ты будешь счастлива, не переживай. У тебя будет новое солнце, можно перегнать, назад послушать. У тебя будет прояснение пути, у тебя будет стабильность, перемены в личной жизни, все, что я описала. Все вроде идет хорошо. Но потом мы глубже идем, следующий слой вовнутрь, чтобы понять, как этого достичь благополучия и с чем нужно сражаться, что нужно преодолеть. И я здесь вижу, что преодолеть нужно какую-то кармическую составляющую отношений с кем-то, с медведем, где запутана какая-то змея, и это очень близко к вам подошло. Это вас очень напрягает и гнетет. Очень гнетет по плеткам и кресту. А еще карта гроб. Часто, если идет резонация, гроб и крест, это предки. Предки, да, это действительно кармические какие-то узлы, связанные с предками. И поэтому вам непонятно, что делать. Да, гора. Вот как предупреждают предки. Представляете, как предупреждают. Есть горы, есть какие-то люди, которым что-то выгодно утаить от вас. Но ключевая информация скрыта была. Теперь звезды ее открывают. И вы видите, кто есть кто. Есть змея, есть медведь. Это все в вашем доме. Вам постоянно по чайной ложке, как манная каша, выдается негативная информация. Каждый день в этих новостях. Вот возьмите, и вам вот там дождь, я не знаю, какие-то, они вам будут мусолить, мусолить 24 часа, чтобы только вас держать в страхе. Эти негативные, негативные новости постоянно. И голова идет кругом. Это нехорошо ни для здоровья, ни для чего слушать постоянно вот эти новости, которые нагнетают. А еще и родственные связи, потому что здесь я вижу кармические узлы. Например, если были войны, и вот эти родственники, которые завязали эти узлы, они проявляются, они сами боятся вот этой агрессии какой-то или еще какого-то вмешательства других людей в вашу жизнь. Сейчас кризис финансовый. О финансах волнуетесь. Кстати, здесь ни одной финансовой карты не вышло, которая показала бы, что будут проблемы с финансами. Наоборот, вышла карта якорь, она говорит, будет стабильно с финансами. Голодная вы не будете. И без крыши над головой вы тоже не будете. Потому что здесь дом вместе с картой лилии. С крыши над головой у вас будет. Но в любом случае кармический вот этот узел завязывается, завязывается. И вот это нагнетание идет, что напряжение растает. То есть повышенное давление и все такое. Чувство гнета. И звезды теперь, о чем хотят предупредить звезды? Я сейчас все собираю. Здесь так видно. Я буду делать следующий расклад. Звезды хотят просто предупредить вас, чтобы вы не волновались. Понимаете? Чтобы вы не волновались. Потому что вот это напряжение, которое сейчас в обществе, оно культивируется, оно вам не нужно. Оно ведет к тому, что просто голова кругом идет. И у вас здесь вы смотрите на звезды. О чем хотят предупредить звезды? Мы посмотрели четко. А теперь я просто хочу спросить у звезд, какое у вас будет будущее. Я все карты перемешиваю вместе. У нас теперь не будет такого понимания, что кое-какие карты мы просмотрели, кое-какие нет. Я вот видите, одну вперед, другую, назад. Будьте любезны, получите полное, полное понимание. И одну секунду, мне нужно карты хорошо подготовить к будущему. Потому что нужно, чтобы стерлась. Вот звезды, они стирают с лица земли все лишнее. Весь негатив, все развязывают кармические узлы. Кстати, почему именно звезды развязывают кармические узлы? Потому что они обладают этим жаром, очищением. Луна, мои дорогие, все равно выходит то, что должно выйти. Луна. Звезды говорят, смотри на свою судьбу, не слушая никого. Луна — это карта человеческой судьбы, а также восьмерка червовая — это очень положительная карта. Это карта разговоров о любви, сердечной встрече, любовная привязанность. Это когда есть разговоры о любви, когда есть желание поговорить, это встречи, это встречи, свидания при Луне. Это то, что будет. Или что-то приятное вечером у себя дома. Смотрите, видите, что делается, да? Будущее показывают карты четко, и все. Ключ, все равно выходит ключ. Как я говорю, что ключ к счастью, у каждого человека открывается вот эта дверь изнутри, когда у вас вот это понимание есть изнутри. Ну, а ключ всегда в кармане, вот это об этом. потому что Луна это ваш приватный карман, то есть это у вас уже все есть, ваш ресурс. Так, мне интересно одно, будут ли счастливые отношения и будут ли нормальные человеческие финансы? Вот мне два этих вопроса о вас нужно узнать. я хочу спросить у вашей звезды подсказки, о чем предупреждают, мы же узнали, о чем звезды предупреждают очень активно, а теперь просто и понятно. В отношениях и в финансах. Если, дорогие мои, вас любовь как вот с противоположным полом не волнует, но отношения между родными, вы сами загадывайте и задавайте свои вопросы картам. Но я верю, что ключевые события будут случаться. Итак, отношения с этой стороны, финансы с этой стороны. Смотрите, стабильные отношения, ну и финансы в дом, все в дом, все в копилочку, все для себя родной, любимой и для будущего счастья, мои дорогие. Это дорога к дому, это прояснение ситуации. Все вот эти огорчения, слезы, все эти страдания связаны с тем, что звезды предупредили о тех негативных людях и так далее. Это все уходит навсегда. Посмотрите, ключ от дома, да, вот что звезды говорят, то, что будет. Ключ от дома и будут деньги на дом, с этой стороны финансы, будут деньги на счастливый дом. Вот что говорят вам звезды ваши. Все понятно. А также с этой стороны будет ли стабильность в доме, будет ли взаимопонимание там между детьми, родителями, партнерами, любимыми и так далее. Да, будет. Стабильность будет. Будет стабильный, счастливый дом. Еще я хочу сказать, что звезда, звезда вообще, да, звезда мага, это всегда у нас число 8. Число звезды, число 8. 3 плюс 5, 8. Понимаете? Якорь это звезды, вам обещают стабильность. Стабильность. А также 3 плюс 2 это 5 пентаграмма, то есть изобилие. Изобилие. 33 номер, он счастливый, потому что это мастер номер. Потому что 3 и 3 будет вместе 6. А 6 это число Венеры. То есть это удовольствие. Венера это удовольствие. Удовольствие в доме. И 4 это стабильное число. Это, как я уже сказала, число урана, то есть нового солнца. Солнце новое, это домашний очаг. Новое солнце, это у нас домашний очаг. И это будет у вас, у прекрасных госпожи. И это ваша дорога жизни. Смотрите. Какая красота. Это то, что у вас будет. Вот эта лестница помогла и все прояснила нам. Вот об этом, мои дорогие, хотят предупредить звезды. Это хотят вам рассказать. И хотят сказать, что вы будете обязательно счастливы. Вот ваша дорога. Мечта исполняется. Стабильные нервы. Вот это тоже хорошо. Здоровье стабильное. Потому что луна часто говорит о здоровье. И ключ от дома моего. То есть от вашего. Ключ от вашего дома, дорогие мои. Вот так, мои дорогие. Вот такой расклад на счастье. Не зря мы здесь выложили с вами звезды. Когда звезды падают, загадывайте желание. Такой фейерверк из звезд. Делаю, что делаю. Большего не требую. Ключ в домок. Колдунам входа нет. И у вас здесь будет успех. И никакой колдун больше не сможет вмешиваться. Здесь ваши интересы бледутся. Звезды показывают чаяние, надежды, планы. Чаяние надежды, планы сбудутся. Потому что стабильность будет. И все. И все будет хорошо, мои дорогие. Многие из вас будут зарабатывать на дом. Либо будут брать в ипотеку, строить. У кого как. Но у вас будет свое жилье. Очень и очень много. У многих это проиграется. А еще я должна напомнить вам, что червовый король здесь с картой дом. Это мужчина в доме. Это благородные отношения в доме. Любовь, взаимопонимание. Это планы, чаяния этого мужчины связаны с вами. Его надежды только о вас. Вот семья, домашний очаг. Его хлопоты только о вас. И бубен, конечно, может какие-то документы. Восьмерка бубен, кстати. Очень хорошая карта. Восьмерка бубен говорит о разговорах на бумажной темы. Какие-то бумаги решаются. Бумажные дела, ценные документы и так далее. И у нас здесь много восьмерок. Звезда мага, как я говорю, это два квадрата, которые постоянно вертятся. Есть такая карта. Второй звезда называется. На самом деле там два квадрата. И там восемь маленьких звездочек. Можно посмотреть на ту карту, если я в следующий раз буду делать предсказания. Звезда мага это два квадрата. Это бесконечное движение. И связанное не... Вот мы думаем, вот такая, да, составляющая, только восьмерка. Восьмерка это два квадрата. Вот. Поэтому дважды стабильность дает. И в то же время в процессе движения. Это стабильность в движении. Потому что звезды постоянно движутся. И наша звезда, которая нас с вами согревает, солнце, тоже постоянно движется все. Но мы на земле этого не ощущаем. Потому что мы ощущаем стабильно в своем собственном доме. А еще вот эта одна пиковая карта. И говорит, что здесь вот пиковый туз, да. Что все страдания вы прошли. И вы заслужили этот покой и стабильность, и это счастье. Вы заслужили по праву девятка пик. Девятка последний номер в нумерологии. И показывает, что уже все прошло. Например, какая-то болезнь прошла. Или какие-то страдания болезненные. Душевные переживания. Это все прошло. Прошли какие-то хлопоты, заботы. Может быть, ревность чья-то или досада. Все это прошло. Потому что девять пик это закончились страдания. И еще шестерка червовая. Эта карта обозначает скорую дорогу. Верную дорогу к счастью. Веселую дорогу. Скорую дорогу к счастью. Для кого? Для госпожи, для вас. Расклад в линию называется, мои дорогие. О чем хотят вас предупредить? Звезды. Ну а также нельзя было не посмотреть, какой путь вам готовят звезды. Правильно? И вот эти карты, это просто оберег, мои дорогие, для вас. Такой амулет. Амулет-оберег. Я делаю это по авторскому методу уже давно. Чем хорош такой амулет? Что он со временем только сильнее становится. Виртуальный амулет. Он улучшается со временем. Ну вот как намолена икона, например, в церкви. Она улучшается со временем. Так и амулеты виртуальные. Это то же самое. Тот же священный дух, мои дорогие. То, что есть в церкви, есть и на земле. Есть и везде. Есть у нас, у всех домашняя церковь. И поэтому двери моего дома, они открыты для вас, чтобы вы пришли, здесь чувствовали себя надежно, да, по якорю. Вы расслабились, получили удовольствие, посмотрели свое будущее, а также с пользой себя провели, с пользой для себя провели досуг. Ну вы знаете, это я говорю вам часто. Зовут меня Лена, я из Ванкувера, Канада, кто меня не знает. Приходите на расклады. Будем видеться. Желаю вам добра, счастья и всего самого-самого лучшего. Пока-пока, друзья. До новых встреч.